Есть уже у нас наш гость Андрей Андреевич Пенковский. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый день, Питер. Вы слышите меня? Да, прекрасно слышно. Андрей Андреевич, разумеется, начинаем с вами с обсуждения визита Путина в Беларусь. Путин заявил, что Россия и Беларусь согласовали основные параметры ценообразования в энергетической сфере, причем без подробностей. Также Путин заявил, что две страны договорились продолжать практику совместных военных учений и так далее. Но самое важное сообщение прозвучало от самого Лукашенко. Вы знаете, мы вдвоем все агрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин? Андрей Ильич, ну вот, без лишних слов, с моей стороны, ваше впечатление, можно ли называть этот визит Путина провальным или все-таки он получил хотя бы частично то, чего он добивался? Ну, провальная политика Москвы по отношению к Беларуси в последние 30 лет. Это не при Путина, не ничего, это еще при Ельцине. Москва мечтает поглотить Республику Беларусь, а Лукашенко отчаянно не соглашается стать секретарем Минского обкома Единой России. Ну вот, в этом перетягивании каната и проходят все российско-белорусские отношения и сегодня. Но к этой вечной теме добавились в последний месяц еще одна, даже более драматическая. Путин явно готовится к попытке второго наступления на Киев с территории Беларуси и пытается заставить Лукашенко принять участие своими войсками. Там примерно 20-30 человек. Это потенциал военной белорусской армии. И он буквально сапогами заставляет, гонит взад Лукашенко, чтобы тот направил эту армию. Лукашенко отчаянно сопротивляется. Он знает настроение и белорусских военнослужащих, и белорусского общества в целом. Он очень боится, что эти люди повернут оружие против него. Ни той, ни другой цели Путин не достигнул. Лукашенко, как вот в Украине любили говорить, петляет блестяще. Но из него выбили все-таки одну существенную, даже две существенных для Путина уступок. Ну, первое, это объявление о том, что они согласились проводить в начале будущего года совместные военные маневры. А мы прекрасно помним, чем закончились совместные военные маневры в феврале текущего года. Лукашенко не пойдет своими войсками в Белоруссию, но он же уже фактически страна оккупирована и предотвратить нападение России с территории Белоруссии не сможет. И есть один очень, не все обратили внимание, один очень важный нюансик. Помните, оба они похвастались, сначала Лукашенко первым, а потом и Путин, что они достигли соглашения, что экипажи, белорусские экипажи будут водить самолеты, бывшие советские, специфическими боеприпасами. Но это вот ради, может быть, ради этих двух слов специфические боеприпасы и организовывают все это там трехчасовое представление о решении крупных экономических заданий. Но это намек на ядерное оружие. Это Путин решил вновь попугать Запад ядерным шантажем, хотя он и смотрит в какой извращенной иезуитской форме. Ему же объяснили, что в начале октября, какие будут последствия для России, в частности, его просто убьют. Так он создает такую возможность, что вот будет ядерное оружие в Белоруссии, и если что-то жахнет там, я не знаю, в Украине или по странам НАТО, то он тут как бы ни при чем. Он может сказать, что вот, а чьи это ракеты, а вот в Белоруссии тоже есть ядерное оружие. Не думаю, что это дойдет, но это расширяет его возможности для шантажа. Он же как, смотрите, каждая тут фраза у них продумана. Путин сказал, что этой практике давно прибегают Соединенные Штаты. Что он имел в виду? Действительно, тактическое ядерное оружие Соединенные Штаты имеет на территории своей базы в Турции и на территории Германии. Ну, в Турции очень закрытая военная база, я думаю, что никакого туда взаимодействия, никаких там турецких экипажей нету, а в Германии, ну, это как бы уже такая реликтовый остаток холодной войны. Осталось несколько бомб, авиационных бомб на американских самолетах. Но я не могу себе представить, чтобы немецкие летчики водили эти самолеты. Вы можете сразу же движение антивоенное, антиатомное бы на уши встало бы. Все эти немецкие политики, антивоенные, это просто немыслимо. Так что он еще один раз, как всегда, он врет, но врет, как вот, создавая возможную иллюзию правдоподобности. Вот это очень важная операция. Два результата у него есть, еще раз так заключать. Два результата у него есть, но вот вы сказали по поводу немцев сейчас. А в целом, то, что немцы продолжают упираться по леопардам и говорить, что мы сами не будем давать, если вот только кто-то совсем уж такой убедительный прецедент не создаст по такой передаче такого оружия в больших количествах. Можно ли констатировать, что немцы продолжают, как сказать, вот таким политологическим термином, чтобы было понятно, ссать? Продолжают. И не только немцы. И не только немцы. В общем, мы видим те же колебания, те же колебания у главного союзника. Но вот на наших глазах происходит с патриотами. Ну и здесь уж я должен сказать, я не могу себе представить, что в сражившейся ситуации американцы не передали патриот, потому что это будет совершенно позорно для них. В каком смысле? Они ведь неделю назад были очень такие серьезные сигналы из Вашингтона. Все, и Вашингтон пост, и Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на несколько источников из Пентагона, говорили, что этот вопрос решен. И даже президент Байден там, передвигаясь куда-то на какое-то вечернее мероприятие, сказал, что может вечером вы услышите. Но ведь что произошло? Кремль заявил, что это, если американцы не поставят в Украине патриот, то будут непредсказуемые последствия. Это какая-то красная черта и так далее. И мы считаем эти патриоти военной целью, которую мы будем... Что значит, что не считают патриот? А что Хаймерс не считает военной целью? Это абсолютно глупое заявление, но оно прозвучало как угроза. И если после нее... Вот мы уже видим какую-то задержку, если патриоти не будут поставить громадное психологическое поражение Соединенных Штатов. Я думаю, что это в Вашингтоне понимают, и патриоти будет поставлен. Но проблема в целом остается. Мы же читали статью за ужином. Он говорит, за ужином прямо говорит, я вот здесь стою в 84 километрах от города Мелитополя. И я могу его взять. И это обрушит всю систему обороны России. Мы выйдем к побережью, и весь Крым и остаток Херсонской области превратится в громадный катал. Но для этого мне нужно конкретно 300 танков, 700 бронемашин и еще 600 галубиц. 500 галубиц. Иначе я не смогу этого сделать. Вот, Андрей Ильич, Вы сослались на эту статью очень важную в «Экономисте». Они сейчас говорят все мировые СМИ. И, собственно, вопрос, а может, вот учитывая, что даже если мы говорим сейчас про угрозу наступления с Беларуси и втягивания белорусской армии в войну, вот тот же институт изучения войны оценивает низкую такую вероятность, собственно, возможно ли, что просто на Западе оценили вот этот сентимент заложенного ему призыв, как, ну, нормальная, наверное, собственно, тактика со стороны главного генерала, который постоянно будет выставлять такой самый пессимистичный сценарий. И это правильно, но, как бы, переживать нечего. Российская армия слишком уж слабая, поэтому с оружием можно продолжать так же, вот как все время войны, вот давать понемножечку, потихонечку и так далее. Что просто не внемли пока голос у нашего генерала, не считая его вот слишком уж, скажем так, релевантным для данного развития вот ситуации на фронтах. Нет, вы правы, он совершенно прав. Каждый полководец обязан рассматривать наиболее худший возможный для него сценарий, и каждый полководец должен требовать от политического начальства, союзников, от тех, кто поставляет от того же максимальное его количество. Вы знаете, вот возник, и мне кажется, я понимаю причины, это колоссальный парадокс. С одной стороны, согласитесь, что в политическом плане формулирование требований Большой Семерки, которая превращается на глазах в Большую Восьмерку к Москве, Запад занял достойную позицию, очень предельно жесткую. Ведь они идували план мира Зеленского, который состоит из четырех пунктов. Полное восстановление территориальной ценности Украины, обеспечение ее безопасности в послевоенный период, восстановление ее экономики с помощью репараций наружных на Россию и привлечение к ответственности главных военных преступников. Это подписали все лидеры Большой Восьмерки. Байден и Макрон на своей парадокс-конференции, затем и Шольд заявили, что никаких переговоров невозможно, пока Путин не согласится с полным выводом украинских и российских войск оккупированной территории. Это замечательная позиция, и не в чем упрекнуть Запад. Он говорит, отказывается от этих переговоров, мы сядем за сто только, когда Путин согласится с этим условием. На этом фоне очень неудачной в каком-то плане была статья Киссинджера с какими-то промежуточными условиями, потому что официальная политика Запада уже пошла продажа. Это замечательно. Но что-то сдерживает его от реализации этой политики на поле боя. Вот Залужный прямо говорит, мы же решили, что цель победы полная, мне нужно то-то, то-то и то-то. Вы знаете, мне кажется, я знаю причину этих колебаний. Она сейчас, она сейчас, они засали, но не того, что вы имеете в виду. Они 15 лет боялись силы России, и Путин искусственно использовал ядерный шантаж. Вот этот вопрос закрыт. Они сказали Путину, что будет в случае исполнения ядерного. Это силы НАТО с своей территорией огневым воздействием просто уничтожают российскую группу, а его лично убьют. Они сейчас боятся другого. Они боятся распада России. Вы знаете, какой основной мем сейчас в статьях башингтонских обстоятельствах? Это 11 time zone, 11 часовых поясов. Да, мы поддерживаем победу Украины, но она должна восстанетить реальную церковь. Но по ту сторону границы остается громадная, громадная страна с 11-часовыми поясами, напоенная ядерным оружием, химическими производствами. И там после обвала власти возникнет новая русская смута, гражданская война между частными армиями Пригожина, Кадырова, там, я не знаю, кого еще другого, Рогожина, еще какого-то Спандаляна. Вот они сейчас парализованы вот этим страхом распада России. И они хотят, вот как они для себя это помогли, какого-то контролируемой капитуляции России. Контролируемая. Они боятся сейчас, не решаются дать за ужин вот тот элементарный набор, который он требует, который вызвало бы вот такое обвальное падение власти, хоть не только Путина, на обрушение всей системы и открывающий вот эту громадную смуту в России. Я не согласен с этой точкой зрения. Это они просто, они, но они действительно сейчас на какой-то момент вот парализованы этим страхом. Это напоминает, напоминает тоже поведение президента Буша-старшего. Помните, он в 91-м году приезжал в Верховный Совет и просто умолял украинцев, да ни в коем случае не требовать независимости. Так хорошо вам будет в обновленном Советском Союзе во главе с моим другом Горбачевым. Они тогда боялись распада Российской империи. А тогда распад произошел, но он как бы оказался таким частичным, фиктивным. Настоящий распад империи происходит сейчас. И они не смогут все равно его восстановить. Никакими своими попытками сделать вот эту капитуляцию, расширить и поэтапно, и контролировать, они не смогут его восстановить. У него есть своя динамика. Но вот пока мы видим, как они, придя ко всем правильным политическим выводам, ну смотрите, как замечательно сказал Столтенберг на заседании министров иностранных, это то, что мы с вами повторяли год. Теперь они, он сказал, да, мы платим деньгами за войну, но украинцы платят кровью. Если они не устоят, и Путин предупредит, то нам придется, нам, в Европе, в Америке придется платить эту гораздо большую цену, нам придется платить кровью, поэтому мы должны помочь украине, чтобы она победила. Они все это понимают, но вот это их сейчас сдерживает, вот этот новый, кстати, искусно и искусно генерируемый всей пятой колонной в Америке, вот этот страх перед неуправляемым распадом России. Вот такая психологическая ситуация на сегодняшний день. Ну, собственно, вы упомянули Генри Киссингера, он посылает такие противоречивые сигналы, он тоже пишет о том, что нам не нужен распад России. Россия вообще не такая плохая, и за последние 50 лет очень конструктивно играла на стороне добра и помогала в вопросах безопасности мировой и так далее. То есть он выказывает такие прямо русофильские настроения. С другой стороны, он до этого говорил, и сейчас повторил в этой статье, что по факту НАТО уже должно относиться к Украине как к члену своему. То есть не все так просто со старинной... Вот это ценнейший момент в статье Киссингера. Он первый, он то же самое писал еще в своей первой статье полгода назад, что Украина де-факто член НАТО. Он развил эту мысль в последней статье, он написал там замечательные вещи, что произошло громадное геополитическое событие, уже произошло. В Европе появилась сильнейшая держава, сильнейшая и самая эффективная армия в мире. И, конечно, она должна быть членом НАТО, и это единственная возможная гарантия безопасности и победы. Это он все прекрасно понимает, и надо отдать ему должное. Он первый говорил об этом и внедрял это мысль в сознание, и в тот же Столтенберг, на той же встрече Буховестя, и заявил это официально, что после победы Украина должна стать НАТО. Но видите, он так же, как и в то же время, так же, как и большинство американского политика, сейчас скован вот этим страхом, внушенным себе о неуправляемом распаде России. Вот какой парадокс, как изменилась ситуация за полгода. Раньше Запад боялся сил России, а сейчас он боится ее слабости. И путинская агентура это использует и играет на этом. Андрей Андреевич, вы как человек, наш человек за океаном, вы прямо держите руку на пульсе American Policy Making. Что вы скажете по поводу этой тезы, которая выдвигается в том числе и разношерстными пропагандистами, и политологами, и иногда неоткровенными путиноидами, о том, что, собственно, Запад преследует политику, знаете, a thousand cuts, тысяча надрезов, то есть, чтобы не только российская сторона обескровливалась, но и украинская при этом, и при этом вот Запад выигрывает от этого сценария, что ему важно, чтобы и Украина тоже ослабевала взгляд этого конфликта. Вот знаете, генерал Ивашов, у меня с ним недавно было такое вот диверсионное интервью, я удалось с ним записать по телефону, где он вот начал петь именно так, что вот два братских славянских народа столкнули лбами, ну это понятно, и сейчас смотрят, как они уничтожают друг друга. Ну, для генерала Ивашова это совершенно органичный концепт, нет, это совершенно идиотская конспирологическая теория, вот я вам процитировал и Киссинджера, и Столкнер, все это говорит о совершенно... нет таких настроений, нет этой какой-то цели ослабления Украины. Они прекрасно понимают, что, еще раз, они дошли наконец до этого понимания, что это угроза российской агрессии, это угроза Запада. Но все же помнят, что начиналось 15 декабря с ультиматума Запада, убирайте, собирайте свои манатки и убирайтесь вон. Вот это абсолютно отсутствует. Но это еще есть трамповские сторонники на украинском телевидении, которые примерно такую же теорию пропагандируют, а заговоры. Люди, которые 23 февраля утверждали, что никакой войны не будет, потому что Байден и Путин уже обо всем договорились, и все эти маневры российской армии, это специальные операции для того, чтобы помочь Байдену выиграть промежуточную мэрию. Ну, масса есть конспирологических теорий, это не так. Это, кстати, Марк Солонин выдвигал эту теорию, вы помните, летом еще. Ну, к сожалению, Солонин великий человек. Но его что-то укусило. Что-то его укусило. Он человек, вот о Солоне я не хотел бы говорить, я имею в виду двух других негодяев. Солонин человек, совершивший революцию в истории Второй мировой войны. Солонин и Суворов вместе. Ну вот здесь как-то что-то с ним случилось. Нет, есть безусловная симпатия Украины, понимание той роли, понимание, как ее ослаблять, когда тот же Киссисер пишет, что она будет являться основой НАТО. Он пишет в этой статье, что украинская армия выполнила ту роль, для которой было создано НАТО 75 лет назад. Ту, к которой она готовилась и так и не решилась выполнить. Украинская армия выполнила роль, остановила нашествие варварских орбц. Нет такой, забудьте эту теорию. Ну, это она, это характерно для Левашова. Вы говорили про двух людей, я подозреваю, что один из них есть такой Гарик Табах, с которым вы тоже недавно спаррингом занимались, который пытался вас провоцировать. И удачно это есть, ну, как бы он получил то, на что он нарывался. А вот такие люди, как он, что он может преследовать? Зачем ему пытаться доказать украинцам, что демократы это вообще предатели Украины, что Байден это враг Украины, что на самом деле они работают чуть ли не на Путина. То есть, что это за миссия такая у них? Ну, во-первых, это, ну, самое простое объяснение, что это трамписты, это безумно. Трампизм это секта такая, это безумные поклонники Трампа. Вот они критикуют, мы с вами не меньше их критикуем, Байдена все время мы можем больше оружия. Они же уверяют, что вот только при великом Трампе Украина получила бы оружие. Они закрывают глаза на то, что как раз трамписты сейчас ведут отчаянную кампанию в Конгрессе за ограничение помощи Украине. Трамп на каждом своем митинге, где он собирал вот все это американское быдло по американской глубинке, он орал, что Байден поджигатель войны, который ведет мир к ядерной войне, поддерживает Украину и тратит миллиарды долларов, в то время как в стране бушуют инфляции. Я не понимаю, как им удается не видеть очевидного, что основные враги помощи Украине это трамписты. Вот это удивительно, это критика с другого конца, то есть республиканцы трампистского толка критикуют в Америке Байдена, что он вообще дает, вот та же Марджери Тейлор Грин, что он вообще дает оружие, что нужно это прекратить. У нас свои проблемы, у нас граница с Мексикой, вот нужно решать и так далее. А эти молодцы критикуют его с другой позиции, причем в Украине, где никто не голосует, собственно, за американского президента. Мне непонятно, что они хотят этим добиться. Да, вот возникает вопрос, как о хера, эти любители Трампа, что они сделают здесь в Украине. Вот именно. А мне кажется, что уже этот Табахов, он перешел эти пределы, и он создает выгодный Путину нарратив. Нарратив беспомощный. Вас все бросили, вас бросили. Запад хочет выявить одну из вариаций этой теории. Вы сейчас представили, что Запад хочет зачем-то истощить Россию и Украину. Запад не ожидал такого усиления своей позиции. Вот считайте Китинджера, и он очень, конечно, ослабил впечатление своей статьи вот этими предложениями о поэтапной. Делал, ну, отбросите это, это неважно. Украина все равно никогда на это не согласится. Читайте, там главное содержание, его триумф от того, что у Запада появилась сильнейшая армия. Я согласен, тут действительно нужно правильно расставлять акценты, и старина Китинджер 99 лет, кстати, давайте напомним, еще в принципе не столь однозначен, как его пытаются подать здесь. А по поводу Табаха, вот то, что вы сказали, это в принципе очень заставляет задуматься, что вы считаете не исключено, что он может работать, собственно, и на страну агрессора? Ну, объективно, объективно он это делает. Он говорит вам каждый день, он говорит вам каждый день, что Запад бросил, Запад договорился, что идите к американскому посольству на демонстрации протеста. Это явно, то же самое, те же самые нарративы, говорят Скобеева и Шапира, что Украина никому не нужна, Украина использует как пушечное мясо и так далее. Я не понимаю, что он делает в американском теле. Не понимаю, но я надеюсь, что у вас в том числе, это очень важно, на самом деле, вот это обсуждение, почему я упомянул, потому что действительно вот у этих персонажей очень неординарно выросла и просматриваемость и так далее, и как бы очень важно внести вот такую коррективу, чтобы люди понимали контекст того, кто говорит и, возможно, зачем говорит. Спасибо большое, Андрей Андреевич, что были с нами, друзья, Андрей Андреевич Пьянковский.